Друзья мои, как вы уже догадались, мы с вами сегодня в Заре. Я не буду устраивать такой уж прямо обзор-обзор, потому что мы сегодня будем примерять джинсы из Зары. У меня были джинсы из H&M, мне очень, по мне, удачное видео. Это серьги. Да, вот такие вот серьги интересные. Я не буду... Ну, то есть, как бы я недавно была, и мало что поменялось. У нас, кстати, половину магазина закрыли не то на ремонт, не то на что-то, я не знаю. Ну, во всяком случае, джинсы имеются в наличии, поэтому мы с вами начнём примерять. Видите, вон, чёрные, белые, джинсовые. Посмотрим, какие есть джинсы. У меня немножко поменялся размер, поэтому мне будет сейчас трудно понять, что к чему. Ой, как красиво вышитые брюки. Помните, похоже, я примеряла вот такое вот пальто и брюки вышитые. Вот, пальто я не вижу, а брюки вот такие вот есть. Почём они? 80 долларов. Много вышивки, кстати, причём который сезон уже много вышивки. Это блузка и юбка к ней такая же. Станы интересные, такие красивые расцветки. О, вот этот жакет. Этот жакет тоже показали все модные благерицы. 169 долларов. Его все купили, все показали. Он очень симпатичный. Единственное, что он... Видите, как интересно у него сделан рукав. Единственное, что он довольно тёплый, но при этом с коротким рукавом. Посмотрите, как он интересно сделан внутри. Подкладка, в общем. Очень красивый. Просто очень красивый жакетик. С такой вот пуговицей, которой все скажут, что её надо перешить. Сделать жемчужную. Ну, я не знаю, я не уверена. Ну, в общем, вот этот вот красивенный жакет, который все-все модницы тоже купили. Какие-то брюки. Так, это я сказала, что я не буду делать обзор за 100 долларов. Я просто вот иду смотреть джинсы и вижу вот на ходу, что мой глаз ловит. 99 долларов. Видите, как у них сделан такой лампас. Из тонкой ткани и из бусинок пришитых. Так, какое-то платье. Ой, свалилось вижу. Платье интересное. Вот такое вот сжатым... Сжатым таким деталью. Такой на поясе. Красивое платье. Серого. 150 долларов. Серого. Ну, как будто бы под шелк. Расклешенное. Очень красивое. И что-то вот тут вот... Так, оно все время падает. Я пытаюсь... Чтобы оно не упало. Вот красивая белая блуза. 55 долларов. С такой приятной ткани. Тонкой. Прозрачной. Думаю, что это рами. Смотрите, как интересно сделана оборка. Помню. И есть такие же... А, нет. Брюки просто подходящие. Не повесим. В общем, блуза очень симпатичная. Кто-либо таборочек. И вот это вот украшение мы с вами видели в прошлый раз. Я вам показывала такое серо-зеленое. А здесь бусы такие белые. Белое. Вот еще красивое платье. Зеленое. Мой любимый цвет. За 169 долларов. Смотрите, как хорошо на шлейках. Красиво сделаны детали. Похоже на хлопок. Все. Пошла искать джинсы, девочки. Людей много, как всегда. Не подтолкнуться. Очень много белого. Ну, лето, правильно. Такие вот всякие летящие оборочные платья. Блузочки такие. Все. Пошла искать джинсы. Так, девочки. Сегодня у нас Зара джинсы. Вы видели, я немножко в зале поснимала. Много красивых вещей снова подвезли. Но я уже не буду. Я уже решила прийти тематически в джинсы. Вот. Я даже вот принесла вот такие. Вот они как бы не совсем джинсы, но вот. Потому что моя предыдущая примерка в H&M получилась какая-то не очень. А вот здесь и такие тоненькие. И такие черные, темно-синие. Вот такие серые. В общем, все-все-все разных фасонов. И будем смотреть, какие джинсы лучше всего подходят дамочкам с моими формами. А у меня фигура груша одна. Дама пыталась мне недавно убедить, что я яблоко. Такие все специалистки, знаете, приходят, видят человека где-то на экране, мельком. Там что-то такое в одежде, которая пытается скрывать недостатки. И она меня так прям, знаете, сказала, что я вообще глупая и ничего не понимает. То есть она лучше меня знает, какая у меня фигура. У меня типичная груша. У меня очень узкие плечи. Вот здесь жакет с подплечиками. У меня остатки талии. Роскоши былой, хотя вырос живот, но все равно. И она увидела у меня тоненькие ножки, которые у меня тоненькие вот отсюда вот. От коленки. А здесь у меня такие ляжки. Будь здоров. И решив, что у меня вот ноги тонкие внизу, поэтому я яблоко. Но на самом деле ноги у меня тонкие, только вот от колена вниз. А здесь у меня такой жопень и все вот это вот. То есть я типичная же груша просто, чем всю жизнь была. Просто толстела худела. Все, давайте будем примерять. И посмотрим, что нам грушам лучше всего подходит. Так, первые джинсы. Я сняла свой жакет, чтобы лучше было видно. Итак, первые джинсы. Такой, это называется прямая нога. Прямая нога, абсолютно классические. Вот такие вот. Чуть-чуть они снизу вот раз... Ну, обозраны, так скажем, да? Я сейчас как-то попадаю между размерами. Вот я, поскольку сгубнула чуть-чуть, значит, вот этот 42-й, который я всегда носила, мне чуть-чуть великоват. Но, возможно, что 40-й был бы мне маленький. 40-й – это 8-й, американский 42-й – это американский 10-й. Сейчас модно джинсы, вот чтобы они болтались вот в свободном вот таком вот полете, чтобы они не облегали. Тем более вот такие вот, которые свободные джинсы. Но если вы хотите, чтобы они немножко больше облегали, можно взять на размер меньше. Вот. Если бы я покупала, я бы покупала на размер меньше. Почему? Потому что джинсы растягиваются, девочки. Любые джинсы, вы в них день посидите, и они из облегающих, вот такой формы джинсы из хлопка, в которых нет эластана, которые не тянутся, не стретчи. Вы в них день посидите на работе или в машину сядьте на час проехаться, через час вы встанете, они будут на вас болтаться. Значит, у них очень не свободно. Вот видите, вот так я могу их вот так носить. Ну, они по-любому свободны. Это джинсы, которые прямые. То есть они не должны облегать. И у них хорошая длина. Вот удивительно, но мне обычно все джинсы длинные, а эти в самый раз. По длине они идут. У меня небольшой каблук такой, не очень большой. И вот они в самый раз. Так, сзади они тоже сидят неплохо. Вот так, свободненько. Свободненько так. Ну, в общем, не облегают. Но можно было размерчик поменьше, а можно было и нет. В зависимости от того, как вы хотите их носить. Так, птицы эти стоят 56 долларов. Видите, размер американский 10 и 42 европейский. Что про них написано? Про них написано, что это, видите, страйдфит. То есть высокая посадка, прямая нога и длина, в общем-то, до щиколотки. Но у меня, видите, как раз длина, то, что до щиколотки, а не девушкам высоким. Видите, вот написано ankle. А мне вот в самый раз как раз подлиннее. Вот. И, видите, это прям прямые джинсы, совершенно классические прямые джинсы. Классического схета, в общем, такие самые-самые обычные джинсы, которые, скорее всего, никогда не выйдут из моря. Так, смотрите, вот джинсы точно такого же размера, но они совершенно по-другому сидят. Все очень-очень зависит от фасона. Очень интересная фасона джинсы. Видите, они с поясом идут. Просто я не могу бы повернуть из-за этой штуки. Они есть синие с коричневым поясом. Вот такие серые с черным. И, по-моему, еще есть темные такие черные. И джинсы эти, они такой странной длины. Вернее, они странной длины на мне, но я сейчас вам объясню, что я имею в виду. Они такие немножко как подстреленные. Сделаны интересно. У них нет карманов спереди. Есть карманы такие квадратные сзади, интересной формы. И сверху две выточки, что делает их, в общем-то, тонкой в талии, то есть тонкой в поясе. И это тот же размер 42-й, что и предыдущие джинсы, которые я примеряла. Но те сидят довольно свободно, а эти прям так облегают. Но это у них такой фасон. Ну и плюс все размеры разные. И все, конечно, надо примерять, потому что один тот же размер сидят совершенно по-другому. Теперь по поводу длины. Значит, я думаю, что это имеется в виду, что они должны быть такие джинсы, как будто бы длины кюлоты. Но поскольку у меня рост 1,60 метра, то у меня они получаются как будто бы, ну вот, непонятной длины. Вроде бы как и не полной длины, вроде бы как и не по щиколотку кюлоты, а такие вот, как немножко такие клоунские брючки. Вот, я думаю, что на высокой девушке вот они должны выглядеть вот так. Вот я вот показываю. То есть должно быть больше, то есть должна щиколотка быть открытой, а они должны быть покороче. Но поскольку я 1,60 метра, то на мне они выглядят вот непонятной совершенно длины. Хотя, в принципе, я не могу сказать, что мне уж так не нравится. Но у них обработанный край, в отличие от предыдущих джинсов, которые, видите, вот у них такой вот крайне обработанный, и нитки торчат. И это удобно, потому что его легко можно отрезать, нужно вам длины делать. А в этих немножко это все посложнее выглядит. Так, сзади они тоже сидят хорошо, довольно свободно. Ну, я не могу сказать, что они очень сильно облегают. Почему? Потому что вот они здесь плотные, а вот здесь нога, видите, нога идет расклешенная такая. То есть вот под попой, в принципе, брючина такая не в облегоне, а они такие клешные, расклешающиеся к низу. Вот так они сидят. Так, значит, они немножко подороже. Они стоят 66, вот эти стоили 56. И это тоже, видите, 42-й европейский, американский, вот, американский, 10-й. И видите, как они сделаны? У них нету карманов, есть выточки. И вот сзади всегда их есть описание. Вот у них такие вот тоже выточки здесь вот от талии. То есть они так хорошо облегают талию. И вот такие вот большие красивые карманы, интересные формы. Они обычные, вот как джинсы, обычные. Видите, вот обычные джинсы, вот такой карман. А здесь карман немножко другой. То есть они такие с фантазией. И видите, написано, что это широкие ноги, укороченные, клешные брюки, высокая посадка, клеш, укороченные, комфортные, удобные. Они действительно очень удобные, потому что они особо нигде не жмут, не поджимают. Интересные джинсы, необычные. Красивый еще синий был цвет, но не было моего размера. Синий был самый большой, сороковой. Я побоялась его брать, потому что побоялась, что не влезу. Ну и подумала, пусть будет другого цвета. Так, очень темно-синие джинсы, очень интересного фасона, с такими маленькими кармашками здесь. Подождите, я плохо заправила свою майку. И у них два кармана сзади, вот такие же квадратные, спереди. Кстати, в них живот не очень виден, они как-то так хорошо скромены. Тот же самый размер, сорок второй, американский десятый, в котором я утонула в этих. Ну, не утонула, они у меня немножко великоваты. В этих в самый раз, а в этих я прям с трудом застегнулась. Тот же самый размер, девочки, то есть вы понимаете, да? Высокая талия, очень красивый синий такой, синий индига. Там прямо написано, что это индига цвет. Постиранный или не постиранный, я не помню. Клёшные внизу, длина тоже очень классная, вот в самый раз. И они такие, видите, внизу не подшиты, не обработаны, и болтаются вот эти вот ниточки там. Интересные джинсы, необычные. У них тоже широкие, клёшные. Ну, вот у них такой фасон, а-ля, когда были в моде эти кармашки? Где-то в 70-х, по-моему, брата, мне кажется. Вот такие вот карманчики спереди были. Не обычные карманы на джинсах, а вот такие. Прямо-прямо на такой вайп 70-х. Очень, очень угадывается. Так, смотрите, сзади сидят хорошо. Все джинсы, что я до сих пор перемяла, это все одного размера. Все одного размера, все по-разному сидят. В общем, сидят неплохо. У них тоже такие, широкая нога. На попе облегают, а здесь расклешаются. Вот такие вот. Ну, вы знаете, что? Я думаю, что вот этот вот фасон самый лучший для груш, когда они сверху облегают талию и попу. А вот нога расклешенная, потому что это уменьшает попу. Мне кажется, что когда клёшные джинсы, для большой попы самый лучший, самый лучший вариант. Вот мне так хочется. Не видно ляжки, ничего не видно. И внизу, вот эта вот ширина внизу, она как бы уменьшает, она уменьшает зад. То есть, есть два способа. Широкие плечи и широкий низ уменьшают вот в центре то, что большое. Так, стоят они 66 долларов. 42 размер. Американский десятый. И вот я хочу сказать, что они совершенно все разные. Вот посмотрите, вот они висят вместе вот с этими джинсами, которые я только что до этого примеряла. И посмотрите, на какой кусок эти предыдущие больше. Если я сейчас повешу вот эти на вешалку, вы увидите, что они намного больше. Сейчас мы сделаем этот эксперимент, произведем. Значит, видите, вот они называются вот так вот. The Patch Pocket Marine. Насколько я понимаю, Marine это, ну, как клеша, как Marine, это вообще что-то морское. В смысле, ну, вот морячки. Брюки морячки или моряка, такие широкие, да. И Patch Pocket, это имеется в виду вот такие вот карманчики вот здесь вот спереди вот таким вот образом сделаны. И написано, что они, что они, видите, Marine Sandigo, то есть промыты синие. Хотя они очень темно-синие. А здесь вот маленькими бокочками написано, что у них, что они Slim Fit, это, ну, плотно сидящие, свободные ноги и высокая посадка. Вот, вот это вот Slim Fit, вот это и означает, что они очень плотные. То есть вот они внизу здесь широкие, а вот здесь вот на талии они плотные. Вот посмотрите разницу. Вот я приложила их друг к другу. Вот внизу вот эти, здесь сверху вот эти. И посмотрите, какая разница в талии. То есть насколько вот эти вот первые джинсы, которые я примеряла, насколько они шире. Хотя это один размер. Вот он. 42. 42. Возможно, эти считаются какие-то молодежные или что, я не знаю. Ну, потому что они, видите, плотного облегания, а эти, видимо, не плотного облегания. Поэтому у них реально, они реально, вот я бы сказала, что они реально на размер больше. Хотя нет. Они все, все одного размера. Вот всегда нужно как-то вот разбираться в этих описаниях или примерять. В общем, у меня всегда тоже проблемы с джинсами. Потому что все разных фасонов, разных линеек. И я вечно между этими размерами иногда покупаю нормальный, вроде, свой размер, они мне малы. Иногда покупаю побольше, поменьше размеры, они мне как раз. Ну, в общем, сложно. Так, визг этого сезона, джинсы, и вообще брюки, и вообще все под леопарда. Они очень длинные. Вот эти вот прям реально, я прям реально на них наступаю. Мне прям половину брючины надо отрезать. И это на размер меньше джинсы. И вот они сидят на размер меньше, чем эти, чем все. Это сороковой, восьмой. И вот они сидят на мне нормально совершенно. Они совершенно не малы. Они очень хорошо на мне сели. И вот, падишь ты пойми. Вот так вот всегда, всегда нужно примерять. Потому что, хотя видите, они тоже такие фасончики. Клешные, расклешенные. Высокая посадка, значит, я не могу сказать, что они какие-то там скинни. Или мам джинс. Нет, обычные джинсы. Ну, просто расцветочка вот эта. Они довольно тоненькие, такие легкие. Знаете, хорошо летом. Они такие, прям, знаете, с, как сказать, тышащими. Я не могу сказать, что мне прям нравится вот эта расцветка. Вот именно вот этот леопард. Какой-то он блеклый, бледный. И некрасивый. Не знаю, мне не очень нравится именно. Но, может быть, джинсы должны быть такие. Не должны быть яркие. Я хочу сказать. Ну, вы же понимаете, конечно, что это все сейчас визг леопардовой расцветки. Но когда он не был в моде? Вот скажите, пожалуйста. Вы помните год за последние, там, ну, 10 лет? Чтобы не говорили, что сейчас в моде леопард – это тренд сезона. И вообще не только леопард, а всякие, ну, animal prints. Ну, как животные принты. То есть зебра, тигр, леопард, все что угодно. И вот вдруг... Это всегда продается. Во всех магазинах всегда продается. И вдруг кто-то объявляет, что это тренд сезона. И начинает все вывешивать. Все в леопардах или в зебрах, или в чем-то. Ну, в принципе. То есть, как бы, с одной стороны, это тренд. С другой стороны, это тренд, который никуда не уходит никогда. Как клетка, как горошек, как полоски. Когда-нибудь можно сказать, что полоски вышли из моды, или горошек вышел из моды. Нет такого. Точно так же и это. Просто это своеобразно. Не все это любят. Хотя, по-моему, это уже стало какой-то такой классический принт. Вот этот вот под зверя. Это уже, как бы, ничего не означает. И не означает, что вы кого-то там пытаетесь завлечь этими штанами. А просто точно так же, как вот в синие штаны, бежевые, черные, и в леопарда. Ну, как бы, вот. Они есть. Просто потому, что они есть в природе. Стоят они 66 долларов. Ой, я забыла их сзади показать. Ну, они так же сидят, как все остальные. У них, в принципе, похожий фасон. Единственное, что вот это расцветка. Итак, видите, размер 40-й. Американский 8-й. 66 долларов. Я так кричу, мне кажется, я хрипну. Я пытаюсь перекричать эту бешеную музыку, которая здесь, как дурно орет. Ну, что делать. Так, что у нас здесь написано? Какой это фасон? Какой у нас фасон? Широкая нога. Все, без всяких там, вот, размер. И написано, что это широкая нога. То есть, клешные. Клешные. И вот написано, что они средней посадки, невысокие. Невысокой посадки, а средней посадки и полная длина. То есть, вот они длинные на высоких. Мне они видели, насколько были длинные. Вот такие вот джинсы. Следующие джинсы. Это джинсы фасона мам. Как они называются? Мам джинсы или джинсы бананы. Ну, в общем, что-то похожее. Мне не нравится, как они на мне сидят. Хотя это тоже тот же самый 42-й, 10-й размер. Но как-то они очень свободны. Тем более, у них сзади резинка. И мне кажется, что они мне великоваты. Может быть, надо было взять меньше размер. Но я взяла тот же самый размер, который я обычно беру. Мой размер. Значит, мне не очень нравится, как они на мне сидят. Мне кажется, что они слишком... Ну, как-то... Ну, не знаю. Свободные джинсы – это неплохо, на самом деле. Но эти вот уж как-то вполне от меня и вообще не очень хорошо сидят. Хотя длина мне нравится. Длина такая неплохая. И вот тут я показываю то, что они такие же, как вот эти вот подлеопарды. Они очень тонкие. Такой летний джинс. В отличие от всех остальных джинсов, они сделаны из тонкой джинсовой. Ткани, что, в общем, хорошо для лета. Сзади карманы квадратные. Спереди карманы немножко отличающиеся от карманов обычных джинс. Так, резиночка вот эта вот сзади. На попе болтаются. Свободные, легкие, просторные. Внутрь легко и свободно. Можно сесть, лечь, встать на землю, на стул. В общем, как угодно. Удобные джинсы, но сидят, конечно, не очень, мне кажется. Как-то увеличиваются. Так, стоят они 65-66 долларов. Размер 40-й, американский 8-й. Вот так интересно у него сделаны карманчики. Бананы такие. Вот здесь кнопочка. Так, и сзади вот резинка. И что-то ничего не написано про то, какой-то фасон. Вот такие квадратные карманы. Здесь, кстати, выточки сделаны. И резинка сзади. И они такие немножко укороченные. И нету никакого описания, что они из себя представляют. Нет, нету ничего. Ну, обычные вот такие. Типа джинсы, типа бананы. Мам джинсы еще их называют. Ну, в общем, вот такие. Широкие, коротенькие. Так, еще одни джинсы. Самые обычные. Самые такие вот тоже. Очень похожи на первые джинсы. Но первые джинсы были короче. Эти, видите, какие длинные? Это full length, то есть полная длина. У тех были внизу, там они были отрезанные. И те, несмотря на то, что это тот же размер, сидели намного свободнее. Хотя написано, что это тот же самый. Те были там прямая нога. Это обычная нога. Вот это regular fit, straight fit. Это у нас называется. То есть вот обычная ширина, прямая ширина. В общем, ну, они похожи, но вот тоже они другие. Потому что сидят, а они по-другому. Они сидят намного плотнее нам, чем первые. Хотя тот же самый размер, 42-й, 10-й. И вроде бы к фульфосону похожи. Но они намного плотнее. У них повыше талия, по-моему. И вот они вот такие длинные. Тоже хороший такой цвет. Голубой такой, стиром, знаете. Симпатичный. И на попе сидят немного, да. Ну, вот видите, они тоже такие вот. Здесь так, в общем-то, облегают. А от попы раскрешается нога. И они выглядят такие, свободно. Просто они у меня очень длинные. А так бы они лучше выглядели, если бы они не были такие длинные. Они просто, видите, даже там собираются. Собираются вот здесь, потому что им некуда падать. И так уже на полу лежат. В общем, хорошо сидят. Так, стоят они 66 долларов. Те же самые. Размер 10-й, 42-й. 10-й американский. Вот самые, что ни на есть, обычные классические джинсы. Значит, называются они regular fit. То есть, ну, обычная посадка. Не узкая, не широкая. Высокая талия. Обычная ширина в ноге. Длинная, длинная длина. Ну, в общем. Полная, то есть, они полная длина. То есть, они на высоких. На высоких девочек сделаны. Вот так. Все, девочки. Вот такие у нас были сегодня примерки. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Я надеюсь, что вам полезна информация про разные джинсы. Я мерила в H&M. Сейчас примерила в Заре. Наверное, может быть, схожу в Манго примере. Там еще куда-нибудь. В Кос. В Косе это мало джинс. Там буквально пару штук. Масима Дути очень сейчас от нас далеко. Я сто лет там не была. Надо будет съездить, собраться как-нибудь. Ну, в общем. Все. Всех люблю. Целую. Всем привет. Это Зара из Канады. Саня Владита. Всем пока. Пока.